Мощный ропа в день обрабатывает по 25 гектаров, а 20 тонн свёклы, именно столько помещается в бункер, набирает за несколько минут. Свекольные плантации в Авроре поделены на две части. Из Задонского района урожай везут на Хмеленецкий сахарный, из Липецкого на Боринский. За комбайнами тут следят, как за детьми. Пока стоит погода, нужно отработать по максимуму. Этот погрузчик тоже работает как часы, хотя уже старичок, 15 лет. Юрий Полунин тяжёлой техникой управляет ювелирно. В связке с его машиной два комбайна и четыре грузовика. Нагрузку рассчитали оптимально, чтобы не было простоев и ожиданий. Техника удобная и платит хорошо. И зимой и летом по 25 тысяч. В конце года премия. Зарплата достойная, работа нравится. А достойная-то как? Ну, хватает. У меня была под 800. А зарплата 25 тысяч? Да. Высокая зарплата, высокие требования. Механизаторы не жалуются. Такой подход лучше всяких слов воспитывает хозяйское отношение к труду. Ответственность каждого за общее дело. А о том, как в Авроре следят за техникой, по области легенды ходят. Вот машина уже с 2004 года. Она, в принципе, мало где отходит так в другом хозяйстве. Здесь мы за ними так следим, что они ходят. У нас спрашивают, сколько лет машина. Никто не верит, что уже, допустим, больше 10 лет. На заводе свёклу принимают не только со своих полей. По графику сладкие корни везут все окрестные хозяйства. Процесс непрерывный. Остановят лишь, когда переработают всё, что вырастили. Перед началом сезона провели серьёзную реконструкцию. Установили новые выпарные корпуса, новую колонну диффузии, вакуум-аппараты и центрифуги. Мощность завода увеличилась на 1000 тонн свёклы в сутки. Теперь тут перерабатывают по 3500 тонн. Весь процесс производства на мониторах в режиме онлайн. Ведётся круглосуточно. Операторы наблюдают по этому монитору за кипением сока в аппаратах. В этих аппаратах свекольный сок сгущают. В сиропе увеличивается концентрация сахара. Теперь производство, собственно, сахара. Кристаллизация. Кристаллики сахара. Это кристаллики, по-моему, только сироп. Нет, уже кристаллики. Эта масса называется утфель. Смесь сахара и сахарного раствора. Чтобы отделить их друг от друга, другой аппарат. Это центрифуги БМА. Здесь происходит разделение жидкой фазы от твёрдой фазы. Кристалл сахара путём центрифугирования. А в этих окошках уже привычный нам сахар. На то, чтобы его получить, затратили примерно сутки. Белый, чистый. Здесь происходит у нас сушка сахара. После вот этой операции сахар поступает в упаковочный цех, по конвейеру. Выход сахара из свёкла сейчас 14%. Хороший показатель. Но есть возможность улучшить и его. Мы ещё хотим второй бобин поставить для отжатия жома. Второй гранулятор поставить. У нас кристаллизатор тоже планируем поставить. Ну, конечно, каждый год что-то у нас модернизируется. Завод начал работу две недели назад. За это время переработал уже 60 тысяч тонн свёклы. И произвёл почти 8 тысяч тонн сахарного песка. Марина Карасик, Алексей Великанов. Липецкое время. Липецкий район.